Приветствую вас, дамы и господа, и добро пожаловать в игру под названием Спектру. Это рогалик, в котором нам предстоит почувствовать себя в роли охотника за привидениями и с помощью вот этого бластера, с помощью этого устройства, засасывать сюда наглых призраков. И сначала я подумал, что это устройство в качестве аккумулятора использует картошку, но по всей видимости это все же не так. Также у нас есть фонарик для темных помещений, хотя здесь в каждой из комнат вот такая вот лампа, причем рабочая. Также свечи расставлены, а свечи используются как дополнительная энергия. Можно всасывать, как вы видите, источники света и таким образом заполнять энергией этот бластер, это устройство, чтобы потом сражаться с призраками. Сначала их нужно ослабить и потом только всосать, как бы это ни звучало. Так, ну что ж, здесь я уже походил, как вы видите, немного, засосал пять призраков, между прочим. Более ожесточенные сражения, была тяжкая. Так, и похоже нам сюда. Заходим, аккуратненько смотрим. Это не последняя комната, я думал, на самом деле мы здесь уже будем заканчивать. Иногда встречаются сокрытые монетки, вот, в различных объектах, в различных предметах. За эти монетки потом можно проапгрейдить, наверное, что-то. Похоже, это какая-то детская комната, небольшая кроватка, по крайней мере, так кажется. И кто-то под подушкой хранит еду. Кто-то жил здесь очень прожорливый, судя по всему. И везде одинаковые портреты. На самом деле, возможно, здесь дама какая-то жила с психическими расстройствами. В одиночку, в этом огромном доме с большим количеством комнат. Так, ладно, здесь больше ничего нет. У нас также присутствует инвентарь. Как вы видите, здесь можно получить люлей от призраков, поэтому присутствуют также поушины. Вот мне в глаз один призрак попал. Также можно здесь искать ключи. И самое главное, это вот этот вот тотем. Вы ищете в одной из комнат, находите этот тотем. И затем он подсказывает вам, указывает на комнату, в которой есть спрятанная, сокрытая дверь. Так, и пока не очень понятно, где это находится. Здрасте! А вот и они, эти маленькие ублюдки. Нужно уворачиваться, естественно, струей. И вот таким вот образом в них хреначить и засасывать после ослабления. Так, энергия закончилась. Сейчас, секундочку, призрак. Мне нужно засосать немного энергии. По-моему, он понял, с кем связался. И пытался как-то размансовать и сквозь стену пролететь. Убежать, избежать конфликта. Но, к счастью для меня... Как я... Как я это... Ага. Можно просматривать, оказывается, количество монет. Почему у меня 0 монет? Я же собрал. Или их надо было как-то всасывать. Да, наверное, их надо было всасывать. Я просто... Я просто... Их находил, но не всасывал. При этом какой-то... Сундук, смотрите. Да, вот теперь я начну их всасывать. Надо было это раньше делать, конечно. Причем можно долго клацать, на самом деле. Так, окей. Какая-то кладовка большая. Давайте посмотрим, что в этом сундуке. Экто-вейв. Так, это какой-то грейтен для нашего бластера. Похоже. Или это вообще другой какой-то бластер? Бластер Zero. Да, похоже, я им вооружился. Новым бластером, а старый, я так понимаю... А, нет, вот он. Выбрать. Эй. Да, вот теперь я не точно вооружился. Тут какие-то лампочки, смотрите, есть. Они даже выглядят по-разному. И картошка исчезла, пропала. Так, и чем он отличается, я не прочитал. Сила 1, скорость. Скорость 2. Ранг 1. Мой старый. Ну, соответственно, скорость просто поменьше. И внешний вид. Так, окей. Погнали дальше. Теперь нам нужно найти. Найти по вот этой призрачной фотографии это место. Это какой-то коридор с дверью. С лампой и свечкой сверху. И затем там обнаружить сокрытую дверь. Ориентируемся. Ну, вот, похоже, этот коридор. Сейчас закроем двери. Видимо, где-то вот здесь вот сокрытая комната. Да, похоже, именно вот здесь так. Соответственно, нам нужно как-то использовать этот тотем в нужной комнате. Да, я прям четкое место даже угадал. Ну, здесь все очевидно, на самом деле. Только здесь пустое свободное место было. И мы попадаем на второй этаж. Особняк, похоже, не такой маленький, как я думал. Возможно, он бесконечный. Это же рогалик, в конце концов. Хотя там внизу была дверь. Заколдованная. С помощью которой мы можем покинуть этот особняк. Уж не знаю, где он находится. По-моему, в невесомости. Так, ладно. Давайте немного пофармим тогда деньжат. Можно, я так понимаю... Да, вот такая вот дверь была и внизу. Точнее, это теперь похоже не на дверь. А просто на... На какое-то поле, которое блокирует энергетическое поле. Просто непонятно, как вернуться домой. Может быть, я сейчас прямо хочу вернуться. Так, у нас, кстати, есть здесь еще один сундук. В котором мы нашли плюс одно сердце. Оно сразу применяется. Так, отлично, немного монет. Ну и все, я думаю, можно идти дальше. Какая-то странная дверь, кстати, зеленая. Может быть, там будут другие призраки. Давайте сначала сюда. О, да. Зеленый призрак какой-то появился. Возможно, он мощнее. Ребята, дайте пройти сюда. А здесь особо не скрыться. Да, вы только смотрите, какая жирная тварь. Все, закончилась энергия. Энергия. По-моему, я получал люлей. Здесь помещения-то небольшие. Размансовать как-то... Как-то отклониться в сторону не так уж и получается. Иногда не получается вообще. Так, всасываем это в жарабаса. Энергия. Заполняем наш бластер. Свечи, как вы видите, они зажигаются. Спустя время. Так, ну и по-моему, да, я получил все-таки в лицо. Это что такое? О, ключик. Как раз от этой двери, похоже, я не мог бы пройти в любом случае. Так, ну и все, здесь больше ничего нет. Идем дальше. Направлю сразу бластер. Я знаю, что они здесь повсюду. Видимо, не в этом, не в этой комнате. Так, поушен скрытый. Вот иногда нужно заглядывать под кровать, например, и так далее. Потому что там можно обнаружить. Ах ты, тварь! Он еще и дверь открыл. А, нет, это открыл дверь его дружбан. Так, ребята, до свидания. Я, пожалуй, сюда, к сортиру. Здесь безопаснее, мне кажется. Здесь есть свечка, кстати? Мне показалось, он сюда залетел, твою мать. Дайте мне этого всосать. Отступаем. Лоу хп. Да дайте энергии немного. Заплескиваем, заблевываем. Так, и всасываем. Да, одно хп оставалось. Давайте я иду поушены. А причем поушен полностью восстанавливает все сердечки. Я думал, восстанавливают только одно. Так, ладно, нормально, нормально. Но эти зеленые призраки хоть что-то могут мне противопоставить. Отличат мелких. Самых неопасных. Так, ну, видимо, на самом деле коридоры и этажи будут бесконечны. Это же рогалик, в конце концов. Черт, не ублюдки. Так, сейчас подождите, монетки. Я должен их подобрать. Просто так не могу. Да, это какой-то золотой, смотрите, из него монеты сыпятся. По-моему, он сейчас рванет. Нет, он просто сдулся. Так, свеча, к сожалению, потухла. Сейчас давайте в эту комнату. Я здесь увидел где-то свечу. Вот она. Куда он делся? Так, все. Отличный ключ с него выпал. Можно будет раскрыть еще один сундук. Например, вот этот. Так, и в этом сундуке мы обнаружили еще лучше. Еще лучше бластер. Ну и, в общем, скорее всего, я буду скитаться по... По этим комнатам до тех пор, пока меня не убьют, соответственно. В каком-нибудь айзеке или других рогаликах. Так, окей, тотем. Активируем тотем. И теперь нам нужно искать сокрытые объекты. Так, нет, это не то. Какие-то другие часы. Вот здесь нам и понадобится фонарик. Вот они, похоже. Так, теперь какой-то тюбик нужно найти. Кстати, купе. А, у меня уже все заполнено. Вот он, тюбик. Теперь часы. Будильник. Где он? А, вот он. Так, теперь еще один тюбик. Вот здесь вот я его видел. Фотоаппарат. Фотоаппарат. Здесь вот он. Так, ну все, похоже. Да, одну звезду мы получили. И тотем этот в инвентарь складывается. Так, ну хп у меня фу. Ладно, будем запомнить, что здесь поушин присутствует. Так, ну и после того, как мы... После того, как мы, опять же, взяли этот тотем... Так, не надо раскручивать. Мы можем посмотреть... Посмотреть на эту комнату, где сокрыта дверь. То же самое и здесь, соответственно. Так. Сейчас мне еще раз нужно взглянуть на эту комнату. По-моему, это она и есть или нет? Два кресла рядышком. А нет, здесь вообще ни одного кресла. Ладно, погнали, тогда выходим отсюда. Вот два кресла с рядышком. Похоже, это комната. Сейчас мы еще здесь пройдемся. Ну да, очевидно, вот она. Пока не так уж и много комнат на этаже. На этаже, на одном этаже. Так, используем. И сокрытая дверь будет, наверное, вот здесь. И она приведет нас на следующий этаж. Там, кстати, был заблокирован подъем вообще. Видимо, мы, как и призраки, можем проходить иногда сквозь стены. Так, на этот раз нас встречает красная дверь. Мы нужен соответствующий ключ и зеленый тоже здесь. Так как мы один ключ использовали, повторно его заюзать не получится. Так, ну ладно, было бы неплохо заправить наш бластер. И врываемся. Как говорится, open up. Так, немного монеток из шампанского. Ну и на самом деле, тут больше ничего и нет. Видимо, где-то призрак вылетит. Или где-то ключ лежит, скорее всего. Да, где-то здесь ключ. Пока я вижу только тюбик. Давайте фонарик даже включим. Зубные щетки. А, вот он ключ. Красный. Так, ну и поушен. На предыдущий этаж мы уже не вернемся. Но здесь будем иметь в виду, что поушен присутствует. Кто-нибудь, здравствуйте. Как вот дела? Я вижу, прекрасно себя чувствую. Хорошо, что в одиночку. Иногда крит проходит. Как мы видим. Так, нормально. С этим разобрались. Благо он один был. Толстый какой-то, кстати. Ящик. Давайте откроем сундук. Так, и в сундуке. А, да. Наш инвентарь же заполнен. Блин, твою мать. Что-то слишком хорошо я иду. А можно выкинуть как-нибудь предмет? Например, бластер. Я не думаю, что мы за большую сумму можем его продать. Можем переместить. Да, в мусор, пожалуйста. Да-да-да, он мне не нужен. Забирайся. Так, у меня, пожалуйста, новый великолепный бластер. И это действительно новый бластер. И, ну, он с одной стороны лучше, но с другой стороны силы у него меньше. То есть скорость у него лучше только. Ладно, давайте возьмем. Не-не-не. Применить. Выглядит он зато, смотрите, как. Интересно, он компактный, миниатюрный. Не будет загораживать нам обзор. Так, ну что ж. Ключ. Я пропустил. Можем идти дальше. Скорее всего, вот здесь будет сокрыт проход. Мне кажется, очень много места. Так, и, видимо, я где-то еще один ключик. Да, вот он. Пропустил. На бачке унитаза. Он нам позволит пройти через вот эту дверь. Я на готове. Фонарик даже включу. Блин, на самом деле здесь струя какая-то странная. О, все, до свидания. А где, где свеча? Здесь была где-то свеча. Здравствуйте, ребята. Сейчас, секундочку. Похоже, мне... Вот оно. На унитазе тоже. Так, поливаем их. Мощной струей. Так, один есть. Второй я опять спиной почему-то ко мне стоял. Да, иногда они как-то странно себя ведут. Так, здесь ключ. Придется выпить. Хотя, нет смысла сейчас, наверное, выпивать поушин. Но место в инвентаре, чтобы освободить. Сейчас просто возьмем другое, в конце концов. Он здесь у нас присутствует. Так, окей. Идем дальше. А куда мы идем дальше? Ага, вот он, дверь. Сейчас еще немного манец начал за дырю. Твою мать, я думаю, что это за странный шум. Но только потом заметил, что дверь открылась. Так, ладно. Берем энергию. Выплескиваем всю. Как бы это ни звучало. Так, здесь ничего нет. Ребята, дайте пройти. Кстати, сквозь них я проходить-то не могу. Они же призраки. Какого черта? Так, вот здесь свечка, наверное, восстановилась. Так, один есть. Сразу всасываем. Потому что, по-моему, он отбиться может. И второй тоже. Так, ну все. Я думаю, в этой комнате будет тотем. Да, действительно. И причем здесь объектов не так уж много, так что... Я думаю, мы быстро здесь найдем все самое необходимое. И скорее в той самой комнате... А, нет, здесь еще одна комната. Два сильных ублюдка, блин. Но все-таки заехал мне по лицу. И, честно говоря, чувствую себя не очень комфортно. Комфортно. Поэтому было бы неплохо сразу же выпить поушин. Но они не такие быстрые, по крайней мере. Так что можно скрыться, спрятаться в какой-то комнате. Восстановить хп, например. Где второй-то? Он вообще остался. Жалко, щита какого-нибудь нет. Но обязательно здесь нужно уворачиваться. И я уже споткнулся. Раз пять, всяк провод. Так. Здесь можно еще собрать немного монет. Открыть сундук. Так как мы место освободили, мы получаем... Ну, у нас такой был, по-моему, бластер. Ну, давайте возьмем. Может быть, его можно действительно продать. Так, активируем тотем. И ищем всякие объекты, лампа. Все, отлично. Да, три звезды даже получил. Отличная работа. Ну, так, смотрим, что это за комната. Но мне кажется, и так понятно. Блин, я случайно здесь его применил. И, похоже, это была нужная комната. Мне повезло. Я даже не успел бы смотреть на фотографию. Ладно. Мы поднимаемся на следующий этаж. И прогресс здесь сохраняется, как и в Айзеке, опять же. И во многих других рогаликах. Если вы выйдете из игры вот сейчас. То прогресс сохранится. А мне нужно будет с первого этажа начинать. Ну, и, соответственно, с каждым этажом все сложнее и сложнее. Все больше и больше врагов. И так далее. Все ценнее и ценнее награды. Но на этом мы, пожалуй, закончим. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч.